Приветствую вас, братья и сестры. Я благодарю Бога за сегодняшний день, Господи, что я нахожусь в церкви со своей семьей, Господи. Пусть прославится имя Твое, Господи. Аминь. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я имею звенящие и кимвалы звучащие. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я не что. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет в том мне никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. И не михинствует, и не ищет своего. Не раздражает, не мыслит зла. Не радуйтесь, не плакте, а радуйте истины. Все покрывает, всему верит, все надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же нас станет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил все младенческое. Теперь мы видим, как сквозь тусклое стекло, гадательно. Когда же лицом к лицу. Теперь знаю счастье, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сие три. Вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. Теперь я хочу предоставить церкви небольшое свидетельство о том, что мы должны учиться. Я познакомилась лет пять назад в Белоруссии с сестричкой. Если кто-то знает, это Люда Марфин. С мелиоративного. Это тоже приемная семья. И мы начали разговаривать, начали делиться опытом. Сестричка говорит, много есть таких проблем, которые как-то они должны решаться. Но мы в то время не знали, как правильно. Но нам очень хотелось, чтобы славился Господь. Она говорит, ты знаешь, я пошла учиться в семинарию. Я не думала, что в возрасте, в нашем возрасте, можно где-то учиться. Я вообще даже на таком не задумывалась. Я понимала, что не хватает знаний. Я понимала, что не хватает опыта. Я понимала, что я не понимаю Слово Божие так, как я должна понимать. И я молилась. И Господь открыл двери семинарии. Мы стучали в Запорожскую семинарию, но Господь открыл нам Кременчужскую семинарию. И когда я начала изучать историю, географию, я увидела Божье Слово не так, как я думаю. Я думала чисто по-человечески, чисто своего опыта. А ведь Господь не такой, как мы. Он другой. И поклонение Ему должно быть другим. Я увидела людей, которые своим опытом они славили Господа, приезжали с разных концов земли, преподавали нам Слово Божье. И я увидела, что проблема не в проблеме, проблема в наших сердцах. Потому что из сердца исходит все, что мы делаем, как мы живем. И мне все время больше и больше хотелось прославить Господа. Но так как у нас не хватало опыта, знаний, семинария понемножку, капельку по капельке меняла нас, меняла нашу семью. Мы очень благодарны Творцу за то, что Господь меняет сердца детей. Мы радуемся семье. Это, ну, мы считаем маленькая семья. Но радость, которая в наших сердцах, она очень большая. Слава нашему Господу!